Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христина Стэть. Сбор доказательств причастности и непосредственного участия в военных действиях на востоке Украины со стороны Российской Федерации. Предоставление военной поддержки незаконным военным формированием, так называемым ЛНР и ДНР. Нарушение прав человека на востоке Украины и совершение преступлений против человечества страной-агрессором России. Эти вопросы изучает наша сегодняшняя гостья, правозащитница, юрист Центра статистических дел Украинского Хельсинского Союза по правам человека Виталия Лебедь. Виталия, здравствуйте еще раз. Я вас приветствую. Днями вы презентовали доклад, отчет, называется он, о военной поддержке так называемых ДНР и ЛНР со стороны России. Я попрошу вас рассказать о таких самых главных положениях этого доклада и в общем о чем там речь. Спасибо. Да, доклад действительно предоставляет информацию о поддержке, военной поддержке Российской Федерации, так называемых террористических организаций ДНР. Целью этого доклада является сбор вот этих доказательств для того, чтобы их можно было предоставить в международные судебные инстанции, чтобы доказывать виновность Российской Федерации в нарушении прав человека и в совершении больших крайм. И мы считаем, что для Украины это большой приоритет. Если говорить о самом докладе, о его содержании, то он состоит из нескольких частей. Первое, мы говорим о характеристике развития конфликта. Можно выделить три отдельных этапа. Это действия ирегулярных войск. То есть это события в Славянске, когда были задействованы разные батальоны с участием, так сказать, добровольческих батальонов Российской Федерации, куда входили добровольцы Российской Федерации, такие как батальон Заря, Восток, разные казачьи группировки. И вот начиная с 2014 года Россия активно начала поставлять разные оборудования и непосредственно оружие. Масштабное наступление регулярной российской армии было в Иловайске. И это зафиксировано и установлено многими доказательствами. В том числе у нас есть сведения самих военнослужащих, которые были в плену, которые нам давали вот эти такие показания. И я хочу здесь подчеркнуть, что в отчете Международного уголовного суда по событиям в Иловайске установлено, что в этот период имеет место конфликт международного характера. То есть это уже подтверждено на международном уровне, что действительно российская регулярная армия и войска Российской Федерации принимают участие в конфликте на востоке Украины. Также другие части доклада анализируют, какие именно были задействованы военные базы, представители этих военных баз и какое оружие было использовано. Также я знаю, что в докладе есть факты участия не только регулярной армии Российской Федерации, но и частных армий. Вот как эта армия или группировка по-разному называют Вагнера. И там был перечень еще многих. Вот этот факт, он усугубляет ответственность России или нет? Вот на что он влияет? Как мы должны это воспринимать или как это уже потом будет восприниматься, в том числе в международных судах? Участие таких групп, это можно квалифицировать как наемники Российской Федерации. Это тоже нужно доказывать, что они находятся под контролем Российской Федерации. И да, такие есть группировки, такие как группа Вагнера, как вы сказали, РСБ групп, Мары, Еноткорп и другие. На самом деле большинство из этих группировок, они зарегистрированы в России. И у некоторых даже есть свои веб-сайты. И если вы зайдете, например, на веб-сайт Мар, так называемая группировка, и там можно четко проследить и выписана их цель. Цель это скрыть вторжение России на территории и других суверенных государств. И там четко прописано, что они находятся под контролем Российской Федерации. Именно вот эти группировки, это тоже является доказательством того, что Россия совершает эффективный контроль над этими территориями. То есть не только участие регулярных российских войск, а также наемников. А также там есть люди, офицеры, которые предоставляют определенные руководства для так званых сепаратистов и террористов. Еще больше об этом докладе. Хотелось бы узнать, как много людей работало над этим докладом. Как собирались эти доказательства? Какого периода они касаются? Большой об этом, пожалуйста. У нас четыре автора, и некоторые из них являются военными экспертами. Где же мы убрали эти доказательства? Ну, у нас есть в организации центр документирования, который занимается интервьюированием жертв конфликта. Большинство этих людей – это военные и гражданские, которые побывали в плену, и которые были там, и которые могут рассказать, что они там видели, и могут доказать, что действительно они видели там российских военных и российские вооружения. Это один ресурс. Также мы пользовались открытыми ресурсами и их анализировали. То есть много вот этих наемников размещают публикации в соцсетях, такие как ВКонтакте и другие российские соцсети. И мы собирали фотографии, тоже их анализировали. Также в основу нашего доклада были положены уже имеющиеся аналитические доклады других организаций, таких как InformNapalm, Bellingcat, Atlantic Council. И вот вы говорите о том, что это в большей степени было интервью людей, которые там побывали, людей, которые оттуда, слава богу, вернулись. А вот если говорить о важности этих доказательств уже в международных инстанциях, насколько вот эти слова очевидцев, они могут быть доказательствами? Потому что есть некоторые моменты, которые, условно говоря, передвижение бука. Это зафиксировали, но тут как бы уже не поспоришь. Вот есть фотография, есть видео и плюс слова очевидцев. А вот только сами по себе рассказы очевидцев, насколько они могут повлиять? Рассказы очевидцев, если мы говорим, например, о европейском суде по правам человека, то они расцениваются как доказательства. То есть это обязательно берется во внимание, и на основании этих доказательств тоже могут быть доказаны участники Российской Федерации в конфликте. Но я также хочу напомнить, что мы берем во внимание не только вот эти допросы, но также и у нас есть фотографии, видео, которые сами же террористы размещают на YouTube-каналах. То есть это тоже как дополнение будет к доказательствам. А вот насколько этот представленный вами доклад, он облегчит процесс привлечения России к юридической ответственности за нарушение прав человека, в том числе на Донбассе и в Крыму, и за преступления против человечества. У вас есть уже об этом представление? Может, вы уже какие-то первые шаги делаете? Ну, начиная с 2014 года, наша организация предоставляет юридическую помощь жертвам конфликта. Эта юридическая помощь состоит в первую очередь в подаче жалоб в Европейский суд по правам человека. И непосредственно одним из главных вопросов, на которые мы должны ответить Европейскому суду, это почему Российская Федерация должна нести ответственность, потому что официально это территория Украины. И в соответствии с практикой Европейского суда, который уже неоднократно рассматривал конфликтные дела в Грузии, например, или на Кипре, или в Приднестровье, есть так называемая доктрина эффективного контроля. То есть, несмотря на то, что территория официально входит в состав государства, в данном случае Украины, мы должны доказать, что Россия осуществляет эффективный контроль. И вот именно вот эти доказательства, которые есть в этом отчете, они и являются теми основными доказательствами эффективного контроля России на территории Украины. И то есть в соответствии Россия, если это будет признано Европейским судом, несет ответственность за все нарушения, которые там были совершены. Я так понимаю, что по каждому делу отдельно надо доказывать участие России, и почему Россия должна за это отвечать. А вот есть дела, в которых уже это доказали? Есть какие-то дела, которые кто-то из украинцев выиграл в Европейском суде по правам человека? Нет, пока таких дел нет. И тут проблема в том, что Европейский суд достаточно долго рассматривает. А тем более, когда такие сложные дела. Если мы говорим про конфликт Грузии в 2008 году, когда ситуация была чем-то схожа, агрессия тоже Российской Федерации, то до сих пор Европейский суд по истечении 10 лет не вынес решение. Ну, это в отношении межгосударственной жалобы. Я хочу напомнить, что в Европейском суде рассматривается 4 межгосударственных жалобы Украины против России разными аспектами нарушения. А если говорить про количество дел, которые сейчас рассматриваются в Европейском суде по правам человека, потому что я знаю, что есть конкретные случаи, когда люди, украинцы, ни чиновники, ни дипломаты и так дальше, то есть это уже государственное дело, они сами обращаются в Европейский суд по правам человека и как-то пытаются свои права защитить. Вы знаете количество таких производств, которые там уже находятся? Ну, количество производств на самом деле неизвестно, потому что Европейский суд не ведет такую, не публикует такие данные. Это известно уже, когда дело на стадии коммуникации и принято к рассмотрению. Мне известно, что приблизительно 10 дел уже на стадии коммуникации, то есть приняты к рассмотрению, и среди них есть несколько дел, которые поддержаны нашей организацией. Что по поводу общего количества дел поданных только, которые еще не приняты к рассмотрению, то наша организация приблизительно 200 дел, 200 заявлений уже подала в Европейский суд от разных граждан Украины против России по разным нарушениям. То есть это пытки, это внесудебные казни, это нарушение прав собственности. А что дальше? Вот был доклад, который мы услышали, о котором мы сейчас только что поговорили, о военной поддержке, так называемой ХЛНР, ДНР Российской Федерации. Дальше вы уже планируете какой-то другой доклад? Может, уже начинается работа по сбору этого, этих материалов. О чем он может быть? Ну, если об этом можно говорить, конечно. Вот как я говорила, что целью нашего доклада есть привлечение России к ответственности. И вот именно военная поддержка – это один из аспектов эффективного контроля, который используется как доказательство в Европейском суде. Другие аспекты – это экономическая поддержка, информационная, политическая. То есть мы предполагаем, что в последующих докладах мы будем освещать другие виды поддержки Российской Федерации, которые будут доказывать эффективность контроля России над этой территорией. Спасибо вам за эти разъяснения, спасибо, что пришли. Зрителям напомню, что гостьей программы «Лицом к лицу» была правозащитница, юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Виталия Леведь. Я, Христина Астет, с вами прощаюсь. Оставайтесь с телеканалом ЮАТВ, потому что именно здесь вы найдете информацию о самых важных и интересных событиях, происходящих в Украине.